Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях замечательный гитарист и композитор из Москвы Кирилл Морозов. Здравствуйте, Кирилл! Здравствуйте, Дмитрий! Не так давно петербургцы имели возможность услышать этого замечательного музыканта на первом фестивале гитарной музыки имени Андрея Сихры и Михаила Высоцкого. Кирилл, хотелось бы с вами поговорить о музыке, о том, где вы учились, какие у вас планы, о вашем замечательном дуэте с вокалисткой. Напомните, как ее зовут? Кирилл Залиева. Да, замечательный ваш дуэт. Вы немножко расскажете о своих планах, о композиторском ремесле. Давайте начнем сначала. Расскажите, пожалуйста, где вы учились, у кого? Начал заниматься на гитаре я самостоятельно по своему какому-то внутреннему желанию, которое как-то внезапно во мне загорелось. Это было, когда мне было около 11 лет. Ну, вскоре после этого меня отвели в кружок. Такой у нас был в районе нашем. Ну, кружок гитары. Самый простой, там ничего такого особенного. И я там занимался. Педагог был немножечко... Не очень я его любил, поскольку он почему-то решил, что я уже знаю ноты и дал мне произведение разбирать. Я этого сделать не смог, так как не понимал, что это за закорючки. Ну, в общем, впечатление первое не самое хорошее, поэтому я в основном занимался вот по каким-то записям там в интернете что-то... А что вы смотрели, что слушали? У меня была... Я даже помню конкретную вещь. Я просто любил там разные группы, в том числе там какие-то рок-группы. И вот одно произведение мне очень нравилось. Такая группа Blind Guardian. И там был проигрыш на гитаре. И я прям мечтал его выучить. И первым делом, как получил гитару, я как раз нашел вот эти, знаете, там циферки, табулатуру. Да. И стал пытаться все это исполнить. Было очень сложно. Я смотрел видео и думал, как это вообще возможно? Как это... Ну, меня же пальцы не слушали сначала. Ну, вот. Но где-то через две недели я уже более-менее как-то там приноровился и был очень доволен собой. Вот. А сколько лет было тогда? Ну, вот как раз-таки 11 лет. Да, но вообще изначально меня тянуло на электрогитару. И поэтому вот следующий этап – это поступление в музыкальную школу Дунаевскую. Это школа номер два в Москве. Ну, музыкальная школа номер два. Не знаю, что она там на втором месте. Вот. И я поступил, что интересно, на джазовую гитару. И первые полгода я там проучился на электрогитаре, то есть с игрой медиатора. И опять-таки в джазе просто, понимаете, вещи довольно сложные для человека, который как бы не погружен в музыку вообще. То есть там вот эти сложные гармонии. И поэтому меня это стало уже изводить. Очень тяжело мне было усваивать вот все эти какие-то непонятные теоретические знания. Вот только сейчас, спустя 10 лет, я до них дозрел. А тогда это было очень тяжело. И поэтому настал момент, когда я решил перевестись на классическую гитару в той же школе, но к другому педагогу. И вот я попал к Алексею Степанову. И очень этому рад. И этот человек многое для меня открыл. И много какого-то вдохновения я получил от него. И, собственно, вот у него начались мои такие серьезные занятия шестиструнной гитарой. С шестиструнной гитарой? Да. Но так как в простых музыкальных школах нету семиструнной гитарой. Больше всего надо на шестиструнной гитаре. Ну да, конечно. Семиструнной вообще нигде нет. Да, есть такая проблема. А вот следующий вопрос, раз уж мы заговорили про шестиструнную гитару. То есть вы можете на шестиструнной, на семиструнной гитаре играть. То есть владеете в равной степени этими инструментами, да, получается? Да, дело в том, что вот тот самый Алексей Степанов был тоже гитаристом-семиструнником. То есть именно от него, как бы, и во мне появилось вот это желание тоже приобщиться к этому. И когда я уже заканчивал музыкальную школу, то есть это был пятый класс, я учился пять лет в музыкальной школе, он мне предложил, а давай-ка мы с тобой попробуем на семиструночке, а? Я такой, ну, интересно. И как бы я пошел навстречу с удовольствием. И меня в этом просто образ семиструнной гитары, ну я такой по натуре романтик, поэтому что-то было в нем такое манящее из древности, знаете? Да, архаичное. Да-да-да, и вот именно это меня как-то вдохновило, и я помню, что он мне дал какие-то сборнички, нот для семиструнки, там, я даже помню, было написано трибальных танца. Такие маленькие советские издания, совсем тоненькие, там несколько вещиц. И вот я вот с незнакомым этим строем стал пытаться разобрать одну вещь. По-моему, она называлась Мазурка. Вавилова, наверное. Не-не, не Вавилова, там, это какой-то не очень известный, там, по-моему, даже написано неизвестный автор. И через неделю я пришел и более-менее сыграл эту Мазурочку вот с этим новым строем. Педагог был весьма обрадован, что его ученик так с рвением... Не зря, да. И, кстати, нужно сказать, что я сразу же пытался что-то сочинять, просто так лежал на диванчике, вот этот новый строем. Это очень интересно, кстати. То есть практически сразу началось. Да, просто стал искать какие-то вот положения. Ну, просто потом я понял, что это не очень разумный подход к композиторству, просто наискивать вот эти. Поэтому это так. По юношескому моему возрасту и было вот такие попытки. Вот очень интересно, вот как люди начинают сочинять, что к этому сподвигло. Наверное, все-таки, наверное, то еще, что Алексей Степанов тоже же композитор. Да, думаю, это тоже. Что-то он преподавал, рассказывал или... По позиции. Да, что-то рассказывал, наверняка. Да, и как раз первые свои опыты я именно ему показывал и получал какую-то его оценку, какие-то рекомендации. И у него были вполне какие-то вот конкретные требования к музыке. Это прежде всего, чтобы был мелодизм. И он вообще тяготеет вот к такому народному вот этим... Старинному стилю. Да-да, вот к натуральным ладам вот этим вот. То есть, как бы, корни древности какие-то выискивает. И вот это он ценит. И в меня, наверное, тоже это вошло. И я тоже люблю вот искать какие-то гармонии. Но вот эта школа как раз могучей кучки тех композентов, там, Римского-Корсского. Балаги. Да, Мусорского и прочих. Да, ну там, конечно, у них всё посложнее, но, в общем-то, направление вот туда же, к русскому вот этому народу древнему. К истокам, да? Да, к истокам, к корням. Хорошо. Мы так плавно подошли уже и к композиции, и уже и говорим о композиции. А вот такое первое сочинение, можно сказать, которое настоящее в вашем плане, когда оно появилось? Сейчас расскажу. Дело в том, что у меня вообще, как бы, творческие мои увлечения касались изначально не только музыки. Точнее, так как музыкой-то я стал заниматься, ну, не так-то уж, что и рано. То до этого я очень любил рисовать, я каких-то изображал несуществующих существ, если можно так сказать. Я создавал какие-то изображения каких-то там миров. Я, типа, делал игры такие. То есть создал какую-то карту какого-то мира, и там вот фишечку водил, что он находит по разным вот локациям, там что-то делает. Ну, в общем, вот такие были увлечения. А что касается музыки, то... Я помню, у меня было туго первое время сольфеджио, а я понимал, что вот эта запись нот и всё прочее необходима, чтобы хотя бы уметь как-то зафиксировать то, что я подбираю на гитаре. Ну, да, то есть первые мои пробы по композиции — это просто что-то подбираю на гитаре. Вот что-то хоп-хоп, прикольно звучит. Может, как-то сейчас разовью. Вот, то есть это просто такие опыты, поиски. И вообще я начинал с песен. Я хотел сочинить песню прежде всего, потому что я любил именно песенный жанр. Слушал какие-то группы. А вот, наверное, из подачи Алексея Степанова меня потянуло и вот в музыку классическую, в музыку академическую. Я стал с интересом уже слушать. И я стал активно заниматься уже по своему устремлению вот там теорией, потому что изначально мне это было не очень интересно. Но я пришёл к тому, что это необходимо. А если первое моё готовое сочинение, то это была песня. Я сочинил музыку, а и мы с мамой вместе сочинили слова. Она называлась «Вслед за ветром». Интересно. А потом уже следующее моё уже такое законченное произведение прозвучало в училище. Ну, я после музыкальной школы поступил в училище при консерватории. А кому? К доценту Наталье Николаевне Дмитриевой, который там уже много лет преподает. И в общем... У которой учился ещё один участник нашего фестиваля. У Василия Антикова. У Василия Антикова. Я даже его видел в училище. Приходил навестить на третий певал. Интересно получается в жизни. Переплетение, да. Я, кстати, к ней-то поступил именно по рекомендации Алексея Степанова, так как он тоже учился в этом училище, но у другого педагога... Получается целая преемственность поколений. Да, всё тут переплетено, несомненно. Да, и вот у нас в училище такой есть хороший обычай устраивать в сентябре концерт самостоятельной работы. То есть студенты показывают, что они самостоятельно сделали за лето. Это может быть что угодно. Может быть там какой-то выучил произведение, ну не знаю, там Бариус, Этюд или ещё что-то. Кто-то там захочет песню спеть, которую сочинил. И я вот в этот раз как раз сочинил две пьески. Одну для шестиструнной гитары, она называлась «Романтическая прелюдия», а другую для семиструнки, какой-то «Танец» она называлась. Вот, я их там исполнил. Ещё я тогда сделал переложение Чайковского из детского альбома «Мазурки». Вот этой в рай минори, которая... Для семиструнной. Да. И в принципе, всё достаточно так поместилось на семиструнную гитару, и почти что ни одной ноты не пошло. Интересно, как восприняли гитаристы шестиструнные, ну классические? Как педагоги вообще восприняли? Ну что, на семиструнной гитаре вы играете? Вот то, что я пришёл в училище семиструнной гитары. То есть сразу с семиструнной гитарой пришли, да? Не-не, я изначально на шести, но вот что нужно отметить, что Наталья Николаевна Дмитриева, мой педагог, к большой радости пошла навстречу тому, что я играю и на семиструнной гитаре. И мы как бы какое-то время пытались совмещать, и даже мы думали, что буду сдавать экзамен и на шести, и на семи, то есть у меня как бы двойной план такое обучение. И у меня вот в училище был даже концерт, как бы сольный, то есть у меня там было одно сольное отделение, и я всё его играл на семиструнной гитаре. Ну там мы на пару с ещё одним однокурсником это делали. Первое отделение играл я на семиструнной, а второе он на шестиструнной. Вот. Но потом вот это всё-таки тот план двойного образования не пошёл, и какое-то время это было, а потом как-то... Потом на шестиструнной гитаре. Ну да, просто у меня там ещё опять-таки увлечение композицией, просто на всё не хватало времени. А всё-таки вот шеструнный, семиструнный строй гитарный, как вы считаете, возможности одного и другого строя в чём заключается? Если можно так... Так как я человек, который вот сейчас увлёкся джазом и вот какими-то сложными гармониями, в том числе там и на фортепиано всё это сперва делается, чтобы понять, что это вообще такое и из чего состоит, а потом уже переносится на гитару. И вот я понимаю, что вообще шестиструнка, возможно, она поэтому и приобрела большую популярность в 20 веке, но она намного удобнее вот для аккомпанемента именно вот медиатора чёсом, боем. То есть, да, когда играются все струны, то есть вот эти все позиции, они удобные. А на семиструнке из-за того, что строй более тесный, из-за того, что там больше терций, то непременно какая-то струна у нас будет создавать лишнюю ноту. А как её пропустить, это уже целый искусств. То есть нужно вроде сыграть все ноты, а чтобы вот эта нотка посередине не прозвучала. Из-за этого много сложностей. Поэтому вот однозначно, что шестиструнка удобнее вот для аккомпанемента вот в каких-то эстрадных стилях, в том числе в джазе. Что касается... Это я про шестиструнку, что она удобнее. На семиструнке вот я пробовал, это неудобно. К тому же есть какие-то принятые среди пианистов, в том числе удвоения какого-то там, тона аккордов. И вот на семиструнке эти удвоения нарушаются, и как бы хороший джазовый музыкант это слышит, что что-то не то. А на шестиструнке всё в порядке. Там эти удвоения правильные. То есть можно сказать, что есть определённый пласт музыки, к которому подходит шеструнная гитара или семиструнная гитара. Наверное, семиструнная, больше к народным песням каким-то, да, подходит к сеганским романцам. В том числе. В том числе. Я считаю, что семиструнка за счёт своего строя вот этого имеет, помимо этого, большие возможности. В том плане, что как раз вот, например, делать переложение, я считаю, для семиструнки часто это будет более выгодно. То есть того же вот Чайковского я перекладывал, вряд ли то же самое бы получилось на шестиструнке. То есть на семиструнке получилось так, что практически ни одной ноты не пропало. За счёт того, что как раз семь струн и строй довольно вот тесный. И поэтому много вот этих аппликатурных вариантов на семиструнке, что позволяет как раз сыграть то, что написано вот в фортепианных нотах, скажем. Также нужно отметить, что на семиструнке есть такая возможность, такая краска, это играть более связано за счёт, такое есть понятие, может быть оно как бы неофициально принятое, разнострунка. То есть что имеется в виду, например, на шестиструнной гитаре, если мы играем гамму, то мы играем там до-ре на пятой струне, ми-фа-соль на четвёртой струне. На семиструнке у нас есть возможность сыграть эту гамму как на арфе. То есть мы играем до на шестой струне, ре на четвёртой, ми на пятой, и получается очень такое связанное, льющееся звучание. Сихро-арфистом же. Да, это оттуда и идёт. И вот в том-то прелесть семиструнной гитары, что она сочетает вот эту певучесть, которая за счёт вибрато в левой руке может быть, вот эту вот искренность какую-то, сердечность, которой нет у арфы. То есть у арфы просто дёрнул, и ты ничего с этим звуком не сделаешь. А на семиструнке ты сыграл, и ты можешь ещё, помимо того, что в правой руке какую-то краску сделать, ещё и левой добавить вот эту человечную интонацию вокальную, именно за счёт вибрато. Вот в этом, я считаю, самая большая прелесть семиструнки, то, что это вот сочетание возможностей играть вот так переливчато за счёт вот этих арпеджированных гамм и прочих, и в то же время вести мелодию очень рельефно и очень выразительно. Вот. Спасибо, прям исчерпывающее доказательство. И вот всё-таки вернёмся к композиции. Вот вы говорили, что в училище начали уже заниматься композицией, да, и фортепиано, да, я так понимаю, что серьёзно достаточно владеть, я так видел. Ещё также видел после фестиваля, как вы с жазовой импровизацией устроили. На семиструнных гитарах. Слышите, да, но мы вернёмся ещё к этому, тоже интересно. Интересно. А сейчас вот про композицию. Вот интересно, у кого вы учились, у какого человека? Ну, как я сказал, первые вот мои опыты были разделены с Алексеем Степановым, то есть с педагогом гитары, но это была начальная стадия, тогда как бы многого я не знал, много для меня было неясно, ну и в конце концов я просто мало музыки знал, а сейчас, по моему глубокому убеждению, композитор обязан знать и не только слушать, а ещё и как бы сам погружаться, много разной музыки. То есть начиная там от каких-то, ну, от Баха, грубо говоря, там до Прокофьева и прочих. То есть, чтобы понимать, из чего всё это соткано. Вот. И как раз к этой мысли и вот к этому убеждению меня привёл педагог, который появился в училище. Это, наверное, одно из самых таких значительных знакомств в моей жизни. Это профессор консерватории, но он вёл факультативные занятия в училище. Его зовут Баташов Константин. Он уже старый и недавно ушёл из консерватории. Но вот к нему я ходил в течение четырёх лет. Иногда мы там засиживались и по восемь часов. Но только мы занимались не только музыкой, ещё он любил там какую-то литературу приносить, что-то читать. Иногда даже один раз водил меня в музей пушкинский, что-то рассказал. То есть у нас такое было... Комплексный подход. Да, общее эстетическое такое развитие. И что я больше всего ценил, это вот именно его подход к композиции. То, что нельзя научить сочинять, но можно погрузиться и посмотреть то, как это делают великие. То есть он мне давал список каких-то вещей там. Ну, у меня конкретно есть список. Там Григо какие-то лирические пьесы, там Шопена, Прелюдии. Это вот на первых парах какие-то романсы Бородина, там тоже Григо, Рахманинова. И вот я что-то дома смотрел, как бы пытался вникнуть в то, как оно всё там устроено. И приносил, и вот говорю, вот давайте это посмотрим. И он какие-то вещи мне рассказывал, какие-то вскрывал вот эти тайные, скрытые закономерности. Потому что они действительно есть. У него много каких-то диссертаций есть. Хотя он это как бы не публиковал, да. Например, у Мусоргского вот в картинках с выставки есть такая часть катакомбы. Она длится всего не более минуты. И у него по ней там работа на странице на 150. И там скрываются какие-то вот эти... То, что подсознание композитора гениального делает. То есть это каким-то образом находятся такие какие-то формы, структуры, которые не на поверхности, но они как бы есть. И вот это очень интересно. То есть это осознанно, но всё-таки на подсознательном. Это на подсознательном. То есть как бы он там тоже доказывает, что это именно подсознание, что сам композитор этого не понимал. Но просто вот у этого моего профессора просто какой-то дар замечать какие-то такие вещи. И он слышит, что-то здесь вот такое есть. И он пытается разобраться. Интересно вообще. Да. Также ещё интересно. Он находил чисто слуховое ощущение. Он тоже очень много музыки, потому что знает. И он то, что вот этот композитор своровал вот этого. И сделал это подсознательно. Ну, будем называть позаимствованием всё-таки. И самое интересное, вот у него такая фраза, что гений ворует на той же высоте. То есть в той же тональности и в похожий вот вход. Вот это интересно, что прослеживаются такие закономерности. Я пару даже конкретных примеров знаю, но сейчас не будем об этом говорить. Вот. И, собственно, если я что-то писал, то я приходил, показывал ему, и он что-то мне говорил. Но вот именно путём приобщения и расширения кругозора, погружения в творчество других композиторов, именно это мне и помогло как-то развивать вот это представление о том, что есть как бы творчество. Что-то подтверждает некоторые такие высказывания, что благодаря некоторым людям жизнь какого-то человека меняется, да? Да, абсолютно, абсолютно. И я убеждён, что каждый композитор учился у других. То есть он смотрел на него, он ему подражал. Он когда-то хотел быть вот как он. Но потом это выливалось во что-то своё. Вот так это происходит, я считаю. А вот вы кому подражали? У меня есть композиторы. Это, ну, и честно скажу, мой любимый композитор — это Римский Корсаков. И даже не только как композитор, а просто как человек. Я просто перечитал там его и летопись, ну, его творческой жизни, и вообще его там какие-то письма, и как звучат. Составился вам, наверное, переписку. А, какие-то вырезки в том числе. И вот, кстати, тут интересно, такой судьбоносный момент произошёл вчера. Так, это мистика. Петербург, мистика. Дело в том, что действительно вот Римский Корсаков такой композитор. Я им прямо жил какое-то время, когда вот читал эти письма и когда слушал много его. То есть уже такая неслучайная фигура в моей жизни. И вот вчера я просто решил пройтись до гостиницы, где живу, каким-то путём, ну, по улочкам. Там можно было пройти по Невскому проспекту, а я пошёл по улочкам. И что я вижу передо мной — это надпись. «Дом-квартира Римского Корсаков». И я такой, ну, это судьба. Я должен зайти. То есть вот во всём городе мне попалось именно это место. Именно тогда, когда я решил пойти вот по этим улочкам. И вот сегодня у меня в планах пойти туда. Потому что тогда он был уже заперт, потому что был уже поздно. Надо делать насходить. Да. Это знак. Это знак однозначный. Хорошо. Ну, двинясь чуть дальше. Мы по гитаре уже поговорили, по строю гитары, по композиции... По композиции как раз ещё бы хотела сказать, что тогда произошло понимание того, что без владения фортепьяно занятие композиции как бы не имеет смысла. И всё, что я вот это на гитаре пытался подобрать, ну, это как бы детский лепест. То есть, чтобы ознакомиться там с партитурами, с клавирами, каких-то произведений, с фортепьяно-музыкой, необходимо всё это уметь сэсссорить. Более наглядно получилось. Ну, конечно. Расположение. ну и как бы известно что почти все композиторы пишут именно сначала на фортепиано потом уже перекладывает но и точнее чаще происходит в голове а потом уже а вы как сочинять на фортепиано мыслите мышление к или все-таки гитару а вот это интересно ну во первых я как бы не считаю что у меня там какой-то блестящий слух и что там в голове у меня прям музыка вертится чаще всего бывает что вот какой-то мотив он как бы скорее боками а потом уже вот какие-то гармонии дополнительные ходы там контрапункты все это удобнее делать конечно на фортепиано то есть это голосоведение отслеживать чтобы все все как бы шло куда нужно но можно подумать что моя музыка похожа на задачу по гармонии когда я говорю что каждый голос должен идти туда куда нужно но на самом деле если посмотреть на многих композиторов то видно что у них все очень вот как бы голоса перетекает плавно просто это все глубоко скрыто вот в фактуре какой-то сложный хотя если вот все это свести к какому-то пучку основной голосов да там железный лог действительно но когда я беру гитару часто вот именно что-то гитарное хочет как гитара подсказывает как будто что вот здесь красиво прозвучит какой-то вот такой ход именно на гитаре то есть на фортепиано тебе это все-таки нужно природные инструменты да несомненно то есть какое-то зерно и основа голосоведения можно наметить на фортепиано на гитаре уже вот фактурные вещи и вещи-контрапункты и какие-то украшения и прочее а вот у меня родился вопрос о фестивалях и конкурсах где-то участвовали по композиции в конкурсах по композиции нет только как исполнитель исполнитель да что-то но я думаю не впереди еще участие в конкурсе композиторском у меня даже есть кое-какие планы но пока не буду их озвучивать конечно интересно было бы узнать о планах ну я просто пишу одно там вокальное произведение и есть всякие конкурсы где вот можно представить свою песню свой романс в этом в этом жанре а вот как раз таки ну может быть мы хотим нужно было потом поговорить об этом вопросе вообще как я смотрю на то что сейчас можно в музыке делать и какое мое мое представление но могу сейчас вот с которым раз уж мы пришли как вопрос можно ну просто к слову этот романс я считаю что как в двадцатом веке вот музыка утратила часто красоту красоту мелодии красота красоту вот это и именно мелодической линии даже порой смысла мне бы хотелось чтобы вот все таки музыка оставалась человечной и мелодичной потому что вы знаете римский корсаков вот мой любимый так пошутил что нужно бы повесить объявление что потеряна красота в музыке нашедшему вознаграждений вот такая смешная есть это вот в его книге где-то его переписка он там кому-то пишет письмо и вот такая фраза там есть и вот в принципе я разделяю это мнение что нужно не доходя до какого-то прям примитивизма сохранить тем не менее вот красоту и утонченность мелодических линий и я считаю что можно это как-то брать из народных вот этих мелодий потому что ведь все творчество опять-таки могучей кучки на этому построена множество мелодий именно заимствовано из народных каких-то песен но просто богатство красок именно в гармонических каких-то вещах то есть можно много экспериментировать с гармонией и при этом сохранять мелодичность вот этой линии вокальной мелодической и еще так как я сейчас приближаюсь к джазу и и понимаю что джаз тоже не на пустом месте возник а он там и и и и отчасти да и конечно негритянской там имеет свою роль но вот например взять дебюси какие-то вещи там раввелли это же все как бы у джазистов оттуда многое взято по гармонии то есть это все как бы на самом деле одно из другого вытекает и даже вот у бородина есть нам романс который называется спящая княжна просто дело в том что джазисты они если играют просто если у них написано играть тонический трезвучий они добавляют еще секса то есть не доме соля они будут играть доме соля скорее всего и это же как раз таки сделал бородин еще как бы за век до этого у него начинается как раз вот эта спящая княжна вот с этого созвучия как раз он добавляет эту секунду для нас он же так вот в том-то и проблема что как бы джаз я как бы вроде интересуюсь но с другой стороны считаю что он немножко опошляет что я как-то все делать каким-то легкомысленным а вот у бородина это вот краска она звучит как-то ну утонченную а в джазе это просто как бы но вроде бы так прикольнее звучит ну как бы то есть такие какие-то ухищрения которые может быть не всегда правдами то есть в джазе мы обязаны все гармонии усложнять а вот классический музыка если мы что-то усложняем то это уже имеет какой-то смысл а в джазе это не имеет смысла просто так принято ну это такая тема очень можно много мне говорилось теория музыки вот это все музыковедческие дела так скажем хотелось бы отношение ваших фестивалям конкурсом узнать как вот конкурс она одно дело фестиваль другой конкурс все-таки конкурс подразумевает какой-то соревновательный момент а фестиваль это именно какой-то праздник конкурсом например сейчас очень много конкурсов здесь делают раньше же не было конкурсов у бородина и римского курска уже не было я думаю что нет даже несмотря на это все равно у римского курска были проблемы ему вставляли палки в колеса во время исполнения симфонии но это про вторую симфонии например не очень хорошо приняли это сочинение кажется атлант называется антарда как-то не очень хорошо приняли почему-то было много противников всего нового и ну да новаторы они тоже иногда страдают от своей смелости да все таки как же конкурсы как конкурсы как относитесь я вообще просто не такой уж там не очень стремлюсь там что-то там завоевывать и прочие вещи мне интересует спокойного такое научное погружение то есть ну когда был период я учился в общем меня как бы педагог направлял на конкурсе но я как бы делал что с меня требовалось и и как то есть таких личных что вот я часто покажу ну как не поможет у меня еще впереди это не знаю какие-то амбиции но в общем не то что я рвусь что-то завоевывать мне интереснее вот именно какой-то такое погружение внутренне научная работа научных несколько такое понятие сухое как будто это все бесстрастно как-то и чисто от ума все таки я пытаюсь мостик следующего вопроса про научных работ говорили же на эту тему вы обмолвились что вы хотели заняться научной деятельности куда-то улыбиться в педагоге куда даже какой-то в эту область да еще удивился очень но это у меня просто такой общий взгляд на жизнь что как-то мало знаю но хочется углубиться в какие-то области и как-то потом найти какие-то взаимосвязи ну то есть я чувствую что вот если ну как будто бы во мне это уже заложено что если я не изучил какую-то науку то я буду считать что какой-то что-то упущенное то есть во мне почему-то вот есть такое стремление погрузиться да и ну лично у меня такие интересы к психологии именно к педагогике вот то есть что сами преподаете да уже ну я гитару преподаю ну там вот все эти научные знания на самом деле не так что мне пригодятся я думаю когда там говоришь что тут нужно этим пальцем и тут этим хотя бывает на фигуре как сказать ну вообще да бывает момент когда ученик как бы когда мы начинаем переходить на общение уже более такое сокровенное сказать контакт с учеником да 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 то есть я считаю что очень важно чтобы вы чисто человечески с ним как бы ну поддерживали какой-то интерес был но причем у меня всегда этот интерес искренне мне как бы действительно интересно что ну грубо говоря в душе у этого человека но но насколько это уместно конечно если я там буду лезть но в общем нравится да вам преподавать да но у меня просто я ищу по натуре такое что мне нужно как-то с кем-то взаимодействовать чтобы как-то лучше себя чувствовать ну не не то что я хочу одну трудную жизнь некоторые считают что типа я люблю получать но это не совсем так просто мне хочется иметь как ну да наверное от того что я как знанием хочется поделиться наверно да хотя не то что сейчас я прям много чего-то накопил но тем не менее вот именно процесс обмена мне он приятен я в общем даже с некоторыми я занимаюсь там если вижу что он хочет и сверхурочный без без денег ну просто потому что он хочет так вот когда вы начали вместе играть это кстати очень необычная история у меня был однокурсник с которым как раз таки мы играли вот сольный концерт на пару он второе деление я первое и он в какое-то время но знаете у него были такие краткосрочные увлечения то он там решил заняться там борьбой то он там решил заняться игрой на губной гармошке то продюсирование его в один момент в период его увлечения продюсированием он мне звонит и говорит тут вот есть одна певица такая милая девочка и она очень ищет музыкантов чтобы что-то там подбирать гармонию ее песни я такой как-то ну чё-то чё-то странно не знаю даже но в итоге я сказал что но я подумаю в итоге ну я так подумал почему бы нет как бы чем не стоит чего я теряю но решил то что давайте встретимся ну вот мы встретились в кафе там она показала какую запись я сразу понял что человек поющий человек талантливый но изначально у нас задача была такая что просто я ей помогал подобрать аккорды гармонии к ее мелодиям который но она тоже как бы творческий человек но с теория особо не знакомы поэтому у нее просто одноголосные вот эти мелодии со словами и я должен был вот подобрать гармонии но впоследствии мы так как-то сидели думаю а может нам попробовать поиграть песни но с этого все и началось и вот как раз сейчас я сказал что пишу там какой-то какую-то вещь вокально именно вот с расчетом что это мы сможем исполнять то есть иное дело когда ты как бы что-то пишешь и не знаешь вообще кто-то это споет не споет сыграть не сыграть а другое дело когда ты уже метишь что вот этот человек это исполнит и не пропадет давно да уже чуть больше года вот феврале был год вы уже гастролировали да у нас была одна большая поездка в германию интересно на джазовый фестиваль в город кэмптон очень много впечатлений вообще как их приняли здорово ну знаете хоть немножко было ощущение что мы когда поем на руках когда поем на русском языке немножко они как бы не понимаю но как бы слушать но так без искреннего участия но тем не менее народ действительно что приятно что вот этот фестиваль и все люди города о нем знают и действительно ходят то есть нет такого что в москве кучи всего и везде как бы недобор публики а там как если что-то проходит это уже такое событие на весь город и все об этом знают и на всех концертах как на которых мы были в рамках вот этого фестиваля везде были полный зал и энергетика да то есть москве не хватает на ману в москве конечно как если ходим на концерты то основном свои своя же публика друзья к сожалению надо воспитывать публику на наверно ну надо надо да как а вот как давайте подумаем как как нам попробовать выправить эту ситуацию чтобы люди иметь в виду ситуацию то что люди не ходят на концерт или ситуации что вообще люди не очень интересуются как бы мне кажется и то и то имеет место быть мне кажется вот тот вопрос что упадок культуры он ну намного как бы глубже здесь какие-то чисто какие-то может нравственные вещи и вообще то есть ну хоть сравнить там кино которое было 30 лет назад и сейчас но как бы сразу понять что что-то в мозгах происходит не совсем то есть как бы я хоть и кажется многие наши слушатели и зрители согласятся с нами ну конечно сейчас тоже хорошие фильмы снимают периодически попадаются толковые и нравственные фильмы поднимающие проблемы вот может вам нравится где ты есть но где-то есть но этого мало может быть если она есть то как бы нет заинтересованности в том чтобы она стала все известны как бы действительно какой-то взрыв произвело потому что ну видимо не знаю связано с каким-то денежными вопросами что сложная и расскажите пожалуйста перспективы гитары как вот видите гитару на концертной эстраде в больших залах как вы считаете каково место вообще современной музыки я считаю что своя ниша несомненно есть и очень даже такая значительная но вот когда говорят что гитары наравне там с роялью наравне со скрипкой я не считаю что на гитаре нужно играть бетховена симфонии или что-то другое хотя есть как бы какие-то квартеты в том числе вот у вас трим кор хороший квартет который исполняет эти вещи она все-таки вот именно природе гитары ближе какой-то вот такое что-то сокровенное интимное и вот именно что-то от сердца я считаю что нужно больше делать каких-то переложений потому что семиструнная гитара вот в этом плане имеет мне кажется множество много нераскрытых ресурсов что можно действительно делать переложение музыки академической вот на гитару семиструнную в том числе я считаю вот у меня даже сейчас в ближайших планах это попробовать сделать переложение некоторых романсов грига может быть рахман его но это еще под вопросом потому что у рахманина там фактура будет здорово просто пьяная вот например возможно вы знаете александра миронова конечно который сделал несколько просто блестящих переложений в том числе чайковского вы послушайте чайковского баха и шопена и в общем когда я услышал я понял что семиструнная гитара она что у нее настолько богатые возможности ну конечно это во многом зависит именно от исполнителя то есть тут нужно уделить большое внимание именно исполнительской школе прежде всего чтобы все все вот эти прекрасные обработки смысле переложений могли действительно звучать и вот опять-таки хочу повториться что игра гитары в ансамбле с каким-то инструментом например там со скрипкой потому что гитара за счет ну вот ногтевого способа звукоизвлечения хорошая гитара она может по громкости не не уступать какому-то какому-то смычковому и я считаю прелесть в том что именно как я сказал фортепиано и там арх вот не способны к этому каком-то трепетному звучанию а если в ансамбле гитара то это уже более как-то идет вот от сердца вот все вот эти вещи я считаю что это может быть новая краска которая вот именно в камерной музыки может очень даже быть замечательно я так понимаю наш уже разговор подходит концу может практически все вопросы обсудили которые хотелось бы с вами обсудить хочется пожелать вам дальнейших творческих успехов вот и в вашем дуэте кстати как ваш дуэт называется он называется дуэт наедине наедине да и какой какой смысл есть в этом названии именно некого то есть у нас такой формат что мы хотим чтобы это было такое уютное какая-то встреча в гостиной чтобы люди чувствуют что они такие просто беседуют то есть чтобы не было того чтобы мы артист а вы там это чтобы было как-то просто так по-человечески это очень приятно слышать что вот ну и я уже говорил что творческих успехов хочется пожелать спасибо и новых композиторских совершений да главное вдохновящих вещей людей которые вдохновяют и мы вновь вас ждем на нашем фестивале петербурге ждем от вас новых произведений для 6-7 струнной гитары это неважно может быть даже ансамбли какие-то да кстати я считаю что ансамбли и в том что не только для двух гитарной для гитары какого-то еще инструмента он очень даже это по моему хорошее направление для композиторских каких-то опытов спасибо большое уделили нам ваше время очень раз и больше всего ждем вас снова и и и и и и